Тяжка ваговик Александр Паветкин, помянушцы русский витязь, чемпион олимпийский гульниум. За час выступления на аматорском рынке он провел 133 бои и заступил только у семи из них. Стал чемпионом свету. Профессийная карьера боксера так само складывается удалом. На его рахунку 30 перемог и только одно поражение. С 2011 по 2013 Паветкин носил звание чемпиона свету, тяжкой ваговой категории по версии сусветной боксерской организации. В опошнем бои, який отбылся в листопаде минулого года, русский витязь оборонил тытул сребранного чемпиона по версии сусветного боксерского совета. У Скифи спорт важная частка выховавчего процесса. Цябродство чемпиона с центром почалось 4 годы тому. Паветкин некальки разов плановал наведать Рэчидсу, однако приехать отрывался только зараз. Он влияет на детей своим примером трудоспособности, своими достижениями спортивными, своим талантом спортивным. Люди, дети, глядя на него, хотят повторить его спортивные подвиги. И я понял, что вот если Александр к нам тоже приедет, это тоже повлияет и на наших детей правильно. Они тоже, пообщаясь с ним, сфотографируясь с ним, выслушая от него какие-то советы, наставления, тоже, скорее всего, что уйдут с улиц, больше начнут заниматься спортом, подражать ему и делать свои победы, свои подвиги спортивные. Александр Паветкин познайомился с Рэчидсой, наведал парк «Перамоги», где ускал к ветке до помника удельникам локальных войнов и военных конфликтов, а так само ознайомился с экспозицией Музея поэтронодесантных войсков и сил специальных операций. И дома же отбылась и сустреча с болельщиками, у Тымлику из наученцами центра «Скиф». Чемпион охотно раздавал аутографы и фотографовался. «Отличные впечатления. Спокойно, красиво, много интересного. Я благодарю, что Владимир нас пригласил. Я вообще считаю, что мужчина, мальчик, он будет мужчиной, все равно должен быть сильным, должен любить свою родину, быть патриотом своей родины. Владимир занимается с детьми, учит их, как любить свою родину, как быть сильными, как идти служить в армию. Потому что это тоже очень большое, когда с детства ребенка растят и готовят его быть, ну, готовят к армии, можно сказать. Готовят стать мужчиной». Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадео-компания «Гомель» з Речицым.